Мы будем говорить медленно. Вы недавно, относитель, недавно были в Санкт-Петербурге. И ваши публикации там вызвали огромное количество комментариев, перепостов. Все обсуждали, как вы здорово съездили в Петербург. Ну как здорово, одни говорили, другие говорили, что он какой агент здесь из Литвы. Его покупали кто-то, другие и так говорили. Но я хочу сказать, что я два раза был в Петербурге. Один раз в прошлом году, когда был футбольный чемпионат. И тогда было лето, красиво. И тогда я писал и снимал другие вещи. И это было, думаю, получше. А теперь после таких грязь, после грязи уже все обиделись. Но не все. На пенсию в 9 тысяч прожить невозможно. И, конечно, Ленина они суют куда только можно. Тут красивые женщины охотятся на богатых, необязательно красивых мужчин. Только что задержаны наркодилеры. Это русский гей-клуб. Говорят, через час или меньше здесь начнется стрельба. Я хочу сказать, что это не о России я плохо говорю. Я говорю, что это существуют такие вот вещи. Вещи, да. Там проституция или там клубная улица. Но в Вильнюсе этом самом тоже есть клубная улица. Если я делал бы о Вильнюсе, тоже я пошел в станцию. Я писал статью большую о цыганском таборе, как 13-летние девушки там выходят замуж. Никто не спрашивает, хочет ли они или не хочет. Так я пишу о всем мире. И о Литве тоже самое. Мои тексты и репортажи бывают саркастичны. Так вот, так надо так понимать и думать, что я не люблю Россию или русских людей. Мы так вообще не думаем. Нет, но есть такие люди, которые думают, написали, что ты агент, платят деньги. Так никто не платит. Я просто сам выбираю темы, и мне было интересно. И я так подумал просто, какой туризм из Литвы может еще быть. То есть Эрмитаж все знают, едут и летом, а теперь, когда открылась безвизная система, я так подумал, что вот юные люди поедут, и они что хотят. Они хотят, как в Киев. Тусовки, клубы, бары, рестораны. Так вот, я сказал, что есть улица такая, есть другая улица. Улица Рубинштейна предназначена для богатых людей, которые хотят повеселиться, потратив от 10 до 50 евро. Это роскошь. А улица Думская для тех, у кого нет таких денег. То есть для людей, которые хотят потратить до 10 евро. Кроме Санкт-Петербурга, вы еще были в России где-нибудь? Да, был в Москве. В России мы имеем в виду. Москва, это же не Россия. Нет, так, а, и в Калининграде был. Я там был в Калининграде. Впечатлений много. В какие города России вас еще приглашали? Вот в Фейсбуке вам писали, говорили, приезжайте еще, покажите что-нибудь. Ну, они, те люди из Петербурга, и писали, что там район еще похуже есть, чем Купчино. Но Купчино уже хорошо. Если у нас там такой район, не помню, как называется, так о этом писали. Но я так в России, так я много, куда хочу еще поехать. Я очень хочу на поезд в Сибирь поехать и так далее. Это, кстати, после таких статей возможно. Даже бесплатно могут отмезти. Лучше не надо. У нас вопрос есть. Вы въездной в Россию? Я думаю, что да. Я ничего не делал. Еще не проверяли, да? Ну, не проверял, но я ничего не делал. Нету, ничего. Вы не переживайте, что вы на таможне будете вырвать. Нам все нравится. Нам нравится это читать. Мы все равно так и не знаем езды или нет туда. Я из Русского ради, мне уже говорили, так уже не поедешь там в Россию. Я не понимаю, почему так говорят. Я о всех странах и всякие писал статьи. Да, мы знаем. Но, насколько нам известно, была какая-то такая прям мощная реакция даже со стороны МИДа российского. Это политика, я его не знаю. Понятно, но это было вообще, это первый раз в вашей жизни, когда какой-то ваш материал, вот такой о поездках, вызвал резонанс на таком высоком уровне? Нет, было. Было раньше, было в Литве. И когда-то писал о бывшего президента дочку. Тоже было в сейме литвовском. Читали статью. Так мне нравится. Ну, это же хорошо. Да, это хорошо, что много кто читает. И такой, я думаю, что работа журналиста такая есть, что статью хотели перечитать много-много людей. И желательно где-нибудь прямо на заседании парламента. Да. Вам обязательно нужно побывать где-нибудь в других городах России. Вот там материалы. Какие советуете? Я в этом году был в Омске. Омске. Это Сибирь. Впечатлений тьма. Я впервые видел миллионный город без дорог. Ом. Вам понравится. Ваша тема. Я еще хочу поехать в город, самый холодный город в мире. Там городок, где есть маркет и продает рыба. Там все. Ну, все замерзло. Все, да, очень интересно. Так, там еще хочу поехать. В общем, ищите приключения себе на статье. Что вас больше всего впечатлило в Санкт-Петербурге? Кроме экскурсии по крышам. Нет, ну, знаете, я как еду в школу. И студенток за полторы тысячи рублей. Мы читали статью. Мы это изучили, кстати. Скажите потом, где это. Если литовцам сказать так, я всегда в школах, университетах говорю, как я еду в такие вот места, где там вот есть такие некрасивые вещи, да. Так я всегда думаю, слава Богу, что мы в Литве идем вперед. И у нас все уже это. Тоже у нас было много того, и даже до сих пор есть где-то, да. Но это становится поменьше. Не бывает столько много грязи. Там, например, я был в Одессе, да. Кто же писал о пляже? Это не Россия. Не Россия, конечно. Но рассказывал тоже, что там некрасиво, какие пляжи людям, которые не имеют денег, и людям, которые имеют деньги. Были, знаем, да. Так вот, как грустно выглядит это все. Так в России, в России мне нравится, потому что в Санкт-Петербурге понравился очень много ресторанов. Я очень люблю кушать. Мне очень нравится русская еда. Это один. Потом мне нравится... Русская водка, калашников. Давайте все, все стереотерики. Все. Это настоящее мне нравится. И понравились люди. Я был в СМИ. Мне очень интересно, что я познакомился на улице. с человеком. И он говорит, идем ко мне домой, жена делает пельмени. Она делает пельмени, ими кушали. И они, знаете, в Литве, если приходят журналисты, там все сразу костюмы выбирают, грим делают. А там все просто, наверное. Это просто, да. Женщина себя себя... Как и в русских сериалах, да, показывает так. Литовские сериалы часто бывают такие. А русские настоящие. Такие вот как есть. В общем, как есть. Вы делаете хороший материал, и вот почитав про Петербург, несмотря на то, что мы были несколько раз, хочется поехать и пройти вот по этим местам, где побывали вы, чтобы самому оценить. Давайте сделаем так, потому что читают Делфи Портал и смотрят, и в том числе, ваши материалы из-за границы. Вот ваши рекомендации, что стоит посетить в Литве, может быть, в Вильнюсе в частности, что-то такое не популярно-туристическое, но места, которые стоит заглянуть, потому что это интересно. Может быть, не хорошее, а может быть, там где грязь, да. Так есть в Вильнюсе новый Вильнюс район, там всегда экзотика, такая самая, как Купчино, даже бывает и похуже. Поэкзотичнее. Поэкзотичнее. Если покушать, так я имею весь свой топ ресторанов. Вильнюс тоже имеет очень много ресторанов. Так ресторан «Джокснесс», например, это по-русски как? Радость. Радость, да. Там бывает радость. Блюдо, которое приносит радость. Если люди хотят из России покушать русскую еду, украинскую еду, так ресторан «Борщ». Хороший борщ, да. Что еще? Мне очень в Литве нравится это «Нида», пляж. Но это красиво. Да, красиво. А надо еще некрасиво. Давайте, не то, что некрасиво, но приключенческое место. Хорошо, около Вильнюса есть строка, и так всем из-за границы, из Ушсена. Да, да, да. Всем гостям, да. Всем понравится. Да, в Тракай город, да. Из некрасивых мест. Ну, так вот, есть около Вильнюса цыганский табор. Очень интересное место. Я вот всегда теперь о Африке делаю передачи, и там я так рассказываю в репортаже, что вот есть такие проблемы, все знают, но ничего никто не делает. Так вот в Литве тоже. Цыганский табор есть, но никто ничего не делает. Он просто много лет, наркоманы официально едут, умирает. Все знают, что все это там есть, происходит, но… Так это интересно и грустно, что у нас такие места есть, и надо, чтобы кто-то что-то делал там. Кроме табора и Новой Вильни. Это из некрасивых мест. Еще, опять же, больше. Да, давайте еще одно. Ну, надо хотя бы три, потому что красивых в Литве много мест. Так и хорошо. Так это же прекрасно. Давайте три некрасивых. Я просто, ну, чтобы человек приехал, если вдруг он выживет в этих двух местах, в таборе и в Новой Вильне, куда-то еще его отправить? Ну, сейчас. Вот видите, и нет больше некрасивых мест. Потому что все некрасивые литовские места не в Литве. Все. Нет, их много. Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Они все очень похожи, просто нищета. Нищета. Едца. Да, я хочу поехать еще в Москву, орублевки показать. Там много литовцев едут. Мы там были. Деньги выкидывают. Я там познакомился с этим певецом Тимати. Он еще не был тогда популярным. Вот приезжал в Вильнюс, не очень собрал концерты. А, не собрал. Не собрал. Вот был недавно еще другой певец, рэпер из России. Собрал. Гуф еще был. Гуф. Говорят, не собрал. Не, не, не было там. Там были stories такие, просто ракурс был. А, окей. Слабо они собрали. Они просто замечательный клип про Москву выпустили. И перестали любить. Побывайте еще в более маленьких городах России. Это вообще экзотика. Вам опять грязно хочется. А почему? Да не грязно. Нет, нет. Я сам красивый город в России. Самый красивый город в России. Там, где вы. Вы же сможете показать любое место очень красивым. Равно как и красивое место, как вы умеете. Спасибо вам. Мы желаем вам еще удачи в поездке в Беларусь. И помните, там не все можно снимать на видеокамеру. Да? Не все места. Вот мы когда бы впервые были в Минске давным-давно. Да, мы просто решили сделать фотографию возле дворца. Это дворец. Президента, да, он был? Нет? Да, да, да. Типа президентский дворец. Просто фотографии. Резиденция президента. Да, и откуда ни возьмись, просто мы не понимаем откуда. Появился полицейский. Милицейский тогда еще он был. Он и сейчас милицейский, там ничего не меняется. А, ну да, говорит, ударите фотографию. Мы говорим, откуда, как он виден? Ну, а у вас нет камеры-пуговицы. У меня есть камеры-пуговицы. Снимал ли снимать. Да, мы это сейчас рассказали. Потому что на границах эти пуговицы обрежут. Окей. Смените на какую-нибудь другую пуговицу. Хорошо. Да, встроите в очки, что-то надо придумать. Спасибо большое. Успехов вам в ваших творческих делах всех. Спасибо, Олег. Все, мы пойдем дальше. Давайте мы вас отстегнем. Спасибо большое, что нашли время. Извините, что мои русские. Очень хороший русский. Маш русский прям шикарный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова